здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут ирина и вы на моем канале сегодня хочу вам показать пересадку двух нереальных красоток очень редких красоток мне они очень понравились я конечно же захотела себе их в коллекцию тем более да так как они еще и очень редко бывают до в продаже их можно приобрести только в интернет магазине таких красоток не купишь просто зайдя в магазин и и они у меня появились вроде бы красотки очень даже хорошие начали растите свои листочки но вот незадача эти орхидейки отстают в развитии отстают очень сильно в развитии потому что те орхидеи которые приобретались вместе с ними и которые были пересажены они уже повыдавали цветоносы они активно наращивают корневую систему вот допустим смотрите орхидейка намного крупнее намного больше у нее корней посадка кора и выданы уже цветонос это мини март тоже покупка получается этого лета также еще у меня есть вот такая вот красавица есть наклеечка это леопардик также уже очень активно растит цветонос посадка у него тоже здесь получается кора и мох вперемешку добавляла здесь немного живого мха корней полным полно вот посадка очень легкая ему нравится вот и мы скоро увидим его цветение также у меня и было вообще реанимашка реанимашка в размере 1 из 7 такая вот маленькая крошечная с гниющей шейкой но от хиленькой реанимашки не осталось и следа только след от максима вот вот такая как вообще выросла смотрите какие корни самое удивительное что я их не удобряю они мне растут на ционе и кто бы что про цион не говорил я вижу отличный результат от него поэтому кому не нравится цион можете просто да там закрыть глаза и не добавлять просто посмотреть пересадку но я хочу вам до показать наглядный пример того что у меня вот этот вот красавчик мини марк сидел очень долго сидел и не рос ни туда ни сюда я его пересадила хорошую кору архиа туда уход все было то же самое все было одинаковое но вот он не рос и на ваших глазах я ему добавила цион я отсыпала сверху кору и насыпала вот так вот да по кругу циону как просыпался так просыпался посмотрите здесь получилось такое как пятно из циона видите и вот корни именно с этой стороны все совпадение несовпадение решайте конечно сами но в других местах где циона нету и корней нету а там где есть цион и корни есть я считаю что именно у орхидейка размера 1 из 7 отлично виден результат и к тому же мы сейчас вместе с вами пересадив этих двух красоток также с добавлением циона как раз посмотрим результат сейчас они очень маленькие очень хиленькие хотя и очень-очень красивые по сорту поэтому сейчас я хочу сделать двойную пересадку совершенно две одинаковые посадки совершенно одинаковыми ингредиентами и мы посмотрим как они начнут развиваться потому что вроде бы уже осень как всегда совпадение осенью все орхидеи там бурно активно растут но вот эти не растут очень хотелось бы чтобы они росли поэтому собственно и пересаживаю сначала я хочу освободить их от родного мха в котором как-то мне кажется они не очень-то и растут вот сейчас аккуратно выдавлю ее из этого стаканчика вот так сказать чтобы они совсем не растут нет растут вот смотрите видите есть у них корешочки как-то это все вот они видите растущий корешок но как-то это все медленно хиленько как будто питание не хватает поэтому сейчас питание мы им добавим мог я никуда не выбрасываю я его буду очищать и добавлять потом в посадку корни есть но их мало а мне хочется много потому что у меня орхидеи все растут очень быстро активно с жирной такой хороший корневой системой и вот это вот час по чайной ложке меня не устраивает вот я привыкла что мои орхидеи радуют меня цветением они сидят да вот непонятно чем занимаются поэтому собственно принято решение их пересадить что это получится что там только два корешочка нет это не дело питание добавим пересадим и я думаю они начнут активничать что собственно нам и нужно аккуратненько так я надеюсь все видно потому что тут и так мало корней я боюсь очень повредить поэтому в особо не смотрю даже какой-то листик попался в мхе аккуратненько снимаю корни хорошие да все здесь хорошо замечательно ну вот маловато маловато смотрите все понятно орхидейка в размере 1 из 7 это все здесь адекватно до для этого размера но вот все хочется хочется побольше здесь даже присутствует два сухих корешочка который я конечно же удалю так аккуратненько чтобы не повредить растущий корешочек вот так вот кончиком ножничек все сухое здесь не нужно так боюсь между петри сути чтобы этот новый корешочек растущий не повредить здесь слом видно что не аккуратно скорее всего была посажена орхидейка и вот кончик этот отсох орхидейка на самом деле я думаю что очень даже такая нежная и капризная поэтому я сейчас ее пересажу добавлю ей питательную добавку вот и поставлю ее в долгий угол чтобы знаете так вот лишний раз к ней не лезть и просто чтобы она у меня росла я ее там не крутила не вертела а просто уже полюбовалась цветением в конце так я ее откладываю освобождаю вторую перепутать я здесь ничего не перепутаю они совершенно разные по листьям так она ее также сейчас выдавлю кстати на ней я начала проводить эксперимент но все-таки руки потянулись ее пересадить поэтому как начала эксперимент собственно и он закончится так давай выдавливайся аккуратненько вот так вот так вот так мог здесь мокрый я ее только недавно поливала оставлю ей обязательно бирочку вставлю хотя здесь есть наклейку ну бирка тоже не помешает также видите корней не наросло хотя корни есть корни даже смотрите вот они в активной фазе ну как-то все хиленько да вот хочется жирненькие как он у меня марка чтобы сразу пошли жирные во все стороны он для этого собственно и сегодня и делаю пересадку но мы с вами как раз проверим как как будто не расти сейчас все наглядно видно да что корни до заставляют желать лучшего хотя они есть и видите при пересадке их здесь на ломали хотя думаю вот да красивая дорогая орхидея как можно было так наломать и и столь и небольшое количество корней непонятно тут тоже вот сухой корешочек сход все обрезаем она но здесь абсолютно не нужно так орхидейки тут листочек растет я думаю как раз самое хорошее время и и пересадить все вторая орхидейка очищена начинаем подготавливать горшочки мог немножко ставлю вот так ну правда колоссальная разница специально поставила на вот эти орхидейки на задний план также до были приобретены в размере 17 также этим летом вы посмотрите насколько они отличаются по размеру по корневой системе и как я считаю все таки хотя много сейчас будет опять возмущение но я считаю это заслуга циона потому что я их ничем не удобряю ничем не поливаю и они выпускают цветоносы они растят отличные лисе вот да конечно же цион вот чем можно заменить сон меня часто спрашивают целом можно заменить удобрениями хорошими удобрениями сейчас на рынке их очень очень много можно фирмы перечислять наверное долу не знаю до умопомрачения вот но удобрения мы должны будем стабильно добавлять каждый месяц а то и каждые две недели до это в зависимости от того какое это удобрение как она работает а цион мы засыпаем и до следующей пересадки мы орхидею не трогаем вот получается да там полтора-два года как заявляет производитель даже три года эти орхидеи будут расти именно с ционом и цион полностью будет обогащать растение не удобрения которые мы будем вносить каждые две недели а именно цион вот эти вот камушки до которые обогащенные обитательными элементами вот поэтому я же говорю можно конечно долго кричать о том что там не нравится нравится но мне нравится я так делаю я уж думаю это мое право да я имею право на своем канале показать так как я делаю и не в зависимости от того нравится кому-то это или нет так здесь я подготовила уже стаканчики нашла кстати да вот такие вот классные как я думаю стаканчики который во первых из плотного такого пластика а во вторых они по объему пошире но не сильно длинные потому что когда я беру 1 1 разовые стаканчики 500 миллилитров они длинные орхидеи кому очень нравится в них расти я не спорю но когда потом время приходит их пересаживать не очень удобно найти горшок потому что по высоте корни или нужно как-то скручивать или получается так что мы их ломаем поэтому я считаю что вот эти стаканчики не прям идеальны я буду сажать как бы закрытую систему дренажные отверстия я делать не буду насыпала сюда пеностекло на донышко и вот я возьму на и живой мог положу прям вот так можно потом на живой мог уже взять простой спалмы с которым росли орхидейки вот так вот сделать так мусор убираем мусор нам не нужен вот так со второй со вторым стаканчиком поступить абсолютно также живому скрутить вот так вот живыми макушками как бы к свету вот немножечко проложить тот мог родной в котором они росли ну собственно примеряем орхидейки открываемся он вот так вот он выглядит это просто вот такие вот камушки и вы знаете это сейчас не реклама потому что мне за это никто не платит я просто добавляю сейчас этим малышкам цен это моё просто желание мое решение и мои орхидейки с ним я вижу как хорошо растут естественно это вы знаете ну как бы дело каждого кому-то нравится кому-то не нравится есть удобрение да кто-то риту они такие хорошие а например кто-то пробует и питает мне вообще не нравится ну и я думаю что это еще и от условий тоже зависит да и один препарат работает лучше а другой хуже при разных условиях так я смотрю это фокус немножко пропал так и сейчас на корешочки я прям стараюсь посыпать ционом но он крупный какие-то мелкие частички все равно останутся на одну орхидейку и на вторую главное чтобы цион соприкасался с корнями и цион как раз был там где влажненько чтобы он с водой отдавал все питательные вещества теперь возьму кору кора мелкой фракции кора очень хорошая кора у меня от светланы целиковой также как и живой мог и вот сейчас я так аккуратненько установлю орхидейки максимально ровненько по отношению к стаканчику и засыплю корой и полностью на половинку вот так также вторую устанавливаю максимально ровно немножечко можно корни раздвинуть чтобы она прям села и так чтобы мы видели корешочки у стенок горшка так мы увидим нравится орхидейки дабы понравилось ей посадка не понравилось и как ей растется вообще в таком стаканчике так аккуратно что корни мне такие голенькие все поломанные вот так лично так дальше опять немножечко родного мха совсем капельку так и он здесь все хорошо видно потому что я прям так поочередно делаю 1 орхидейки 2 орхидейки 1 орхидейки 2 орхидейки оставшуюся все там где я знаю что я буду добавлять в посадку сон я обязательно именно укладываю мох чтобы он не вымывался и не просыпался в дренажное отверстие но здесь и так получается как закрытая система он не вымоется но я говорю для тех кто захочет попробовать сон да и чтобы он у вас из горшочков не вымывался сразу добавляйте мох при посадке дальше засыпаю король в принципе кто сажает без циона здесь все классическое можно сказать такая посадочка получается так как орхидейки росли во мхе при посадке в кору все равно нужно добавить ей я ее родной ему в котором она росла естественно если он в хорошем состоянии да он не плесневелый никакой там вот здесь он чистенький хорошенький то его добавляем в посадочку если мог какой-то испорченный плохой то добавляем до размачиваем мох или добавляем живой в общем мог нужно все равно добавить для влагоемкости потому что орхидея привыкла расти достаточно таком влажном до субстрате влагоемком вот и в коре ей будет суховато поэтому лучше конечно же добавить мох так ну практически наши посадки закончены и вот последний этап это как раз таки будет опять мы мог которым они росли и как раз я закрою и в кору так у меня уже и кора закончилась надо будет заказывать еще немножечко простукал хоть и такие маленькие стаканчики но все равно чтобы все хорошо у нас уселось селон распределился как нужно и последний штрих при первом поливе первый полив я буду осуществлять уже завтра мох аккуратненько я поправлю он будет мокрый более такой покладистый от шейки я его отодвину поливать буду с препаратом превикур мне он очень понравился для этой цели он сразу активизирует орхидеи кстати я заметила что от препарата превикур орхидеи очень часто даже зацветают даже реанимашки предпочитают больше расти цветоносы нежели даже корни и листья поэтому это такой даже еще и как и стимулятор цветения мне очень понравился этот препарат я надеюсь что этим красоткам очень понравится такая вот пересадочка в такие интересные стаканчики кстати впервые буду сажать в такие стаканчики посадила в такие стаканчики интересно как орхидеи будут себя чувствовать ну я думаю что очень даже хорошо полностью все закрываем холм даже под листиками проверяю чтобы там не осталось пустоты очень мне нравится возиться с такими малышками с платочниками вот такие вот две классные как я считаю посадки у меня получились так давайте покажу вам теперь их поближе вот что у меня вышло здесь хорошо так убежала здесь получается живой мох он будет расти здесь видно корешочек корешочек как раз дотрагивается до циона здесь видно корешок это отлично корешочек вот он в активной фазе надеюсь он такой и останется вот при поливе как я уже сказала немножечко мох потом от шейки отодвину он уляжется все будет здесь замечательно осталось переклеить наклеечку чтобы не забыть ну и также также здесь посадка на самом деле очень даже простая живой мох кора и спагма с которым они росли немного добавления питательной добавки которая мне нравится но опять же повторюсь на вкус и цвет товарища нет я никого не заставляю я просто показываю свой опыт который показываю на примере своих орхидей который с ционом очень положительно себя ведут вот они красотки такие вообще особенно знаете вот по мини марку честно тут уже не никак знаете не не подкопаешься ничего здесь не подстроишь он реально долго сидел 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 пока не добавила вот эмоцион ну и корни смотрите они реально растут именно к циону то что здесь листик желтый это абсолютно нормально там получается цветоносово пробил и плюс это еще идет как адаптационный зато здесь вот чудесный новый корешочек растет в общем чувствует себя прекраснейше хотя здесь и даже вот не знаю или не было у меня или я забыла я не положила живой мох так кора сыпется а если бы здесь еще был живой мох то посадочка точно повторяется здесь кстати этот мини марк он был втор в стаканчике поэтому мох я ему не добавляла вот орхидей которые во мхе ну вот я в перемешку делаю кора и мох здесь я думаю я уже и ответила на все вопросы на примере своих орхидей вам показала как работает эта добавка здесь уже ничего не прибавить не убавить осталось только ждать как вырастут вот эти две красоточки и конечно же полюбоваться вскоре их цветение и стаканчики не очень понравились я теперь буду брать именно такие стаканы для выращивания орхидеек размера 1 из 7 здесь эти немножечко получишь ее криво посадила но я думаю ничего страшного в любом случае она сейчас должна по идее быстро перерасти этот горшок и посажу уже в большее более ровненько главное чтобы было много корней правильно для этого сегодня я их собственно и вытряхнула из своих домиков которым они росли с тех пор как вытащили из фласки но все мои дорогие всем пока пока до новых встреч и до новых видео и надеюсь что я их вам скоро покажу и они будут великолепные красотки с цветоносами всем всем пока пока